А почему этот рецепт стоит посмотреть тем, кто даже ни разу в жизни не готовил сыр? Потому что этот рецепт, можно сказать, один из самых простых и самых быстрых рецептов, как по приготовлению, так и по тому, что сыр можно практически сразу употреблять в пищу, его не нужно выдерживать. Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим настоящий адыгейский сыр по классической рецептуре. То есть я буду использовать сыворотку для приготовления и 6 литров молока. Всё подробно вам расскажу, покажу. Такой сыр вы сможете легко приготовить у себя дома. Кто-то любит сначала его охладить, а в принципе его можно есть ещё тёплым. Готовится он очень просто. И если даже у вас нет домашней сыворотки, как я уже сказала, вы можете использовать рецепты с лимонной кислотой или с уксусом в первый раз. Затем сыворотку от приготовления сыра сохранить и готовить уже с её использованием. Либо сыворотку купить на базаре. Не бойтесь, что она будет какая-нибудь нечистая, потому что в этом рецепте мы нагреваем сыворотку до температуры пастеризации, и все возможные микробы в ней всё равно погибнут, так что в сыр они не попадут. Итак, начнём. Сегодня готовим настоящий адыгейский сыр по его классическому рецепту. У меня сегодня 6 литров молока. У меня молоко фермерское. Вы можете воспользоваться магазинным молоком. В принципе, взять любое магазинное молоко. Единственное желательно, чтобы оно не было порошковое, восстановленное. То есть, вам подойдёт и пастеризованное, и ультрапастеризованное. Единственное, выход сыра у вас с такого молока будет меньше. Оптимально, если вы можете использовать только магазинное молоко, лучше брать молоко с небольшим сроком хранения. Из любого количества молока по данному рецепту выход сыра у вас будет от 10%. То есть, с 1 литра от 100 грамм сыра. Рецепт очень простой. Существует несколько его вариаций в классическом рецепте. Для приготовления мы будем использовать в качестве закислителя сыворотку. Натуральную сыворотку, которая осталась у меня от других сыров. Сыворотку вы можете хранить в холодильнике. А затем, перед приготовлением сыра, выставить её при комнатной температуре, чтобы она стала кислее. Если у вас сыворотки нет, и купить её негде, а продают её обычно на рынке, те, кто торгует творогом, сметаной, это не обязательно. Первый свой сыр вы можете приготовить при помощи уксуса или лимонной кислоты. Можете посмотреть, у меня есть рецепт, как приготовить домашний сыр. А затем, уже полученную сыворотку использовать для ваших следующих сыров. То есть, вы можете готовить сыр один раз в неделю, например, используя сыворотку от предыдущего вашего сыра. Это самый оптимальный вариант. Я беру свежее молоко, выливаю его в кастрюльку и включаю нагрев. Нагрев делаем на среднем огне, не на самом большом. Я чуть-чуть убавлю газ. И в другую кастрюльку, то есть, мне потребуется 2 кастрюльки, в данном случае я буду использовать 2 термометра. Во вторую кастрюльку я выливаю сыворотку. Сыворотка у меня такая, скажем, не очень сильно кислая, умеренно кислая, поэтому я её беру с большим запасом. То есть, на мои 6 литров мне ориентировочно, если бы сыворотка была кислая, должно было бы хватить где-то 2,5 литра. Но поскольку сыворотка не очень у меня кислая, может потребоваться больше, поэтому я буду подогревать чуть большее количество. Кастрюльку берите с запасом, то есть, туда, куда вы нальёте молоко, сразу предусмотрите, чтобы объёма кастрюли хватило для той сыворотки, которую мы будем туда вливать. Итак, у меня здесь 3 литра сыворотки на всякий случай и 6 литров молока. Начинаем нагревать молочко и параллельно включаем нагрев сыворотки. Нам нужно нагреть молоко. Молоко мы нагреваем до 83 градусов, сыворотку мы нагреваем до 75 градусов. Этот сыр хорош тем, что он не требует никакого вызревания. Как только мы его приготовим, мы можем сразу же, сразу же ещё тёплым его попробовать. Я приготовила 2 формочки. Одну килограммовую, стелила её, хотя это не обязательно, застелила её тканью дренажной. И маленькую, на всякий случай, вдруг мне не хватит. У этого поставщика молоко брала первый раз. Я не знаю, какая у него сыропригодность, то есть, какой будет выход сыра. Не забывайте молоко обязательно помешивать, чтобы оно у вас не пригорело. В идеале использовать кастрюльку на водяной бане, либо кастрюлю с толстым дном. Молочко помешиваем. Несмотря на то, что этот сыр очень вкусный и популярный, готовится он на самом деле несложно, если знать небольшие тонкости приготовления, о которых я вам сегодня обязательно расскажу. Пока я нагреваю, я прекращу запись и продолжу её, когда молоко у нас уже нагреется. Сыр получается замечательный. Часто задают вопрос, плавится он или не плавится. Нет, этот сыр не плавится в традиционном понимании этого слова. Но зато его можно жарить. Есть рецепты с жареным адыгейским сыром. Мне, например, очень нравятся даже горячие бутерброды, традиционные, которые делаются с сыром, который плавится. Но так вот, с адыгейским сыром они ничуть не хуже, потому что он получается такой румяной, красивой корочкой и очень вкусный. Степень солёности вы также сможете регулировать сами. Я вам сегодня покажу, сколько использую соли я при посолке, а вы уже единожды приготовив, сможете определиться. Если у вас нет термометра, часто задают такой вопрос, как можно ли сварить сыр, не имея термометра. Ну, какой-нибудь классический сыр на заквасках без термометра приготовить не получится. Адыгейский сыр можно приготовить без термометра. Тогда нужно будет ориентироваться на признаки достижения правильной температуры следующим образом. Когда у вас по краю кастрюльки на молоке начнут подниматься пузырики, и молоко так слегка начнёт парить. Это говорит о том, что оно близко к закипанию, значит, мы достигли нужной температуры. Но лучше, конечно, воспользоваться термометром. Причём, в данном случае, как видите, я использую два термометра. Я замеряю температуру сыворотки и температуру молока. Ещё задают такие вопросы, чем отличается адыгейский сыр от творога. Адыгейский сыр готовится из свежего молока, а творог готовится из кислого молока. То есть, это разные совершенно продукты. Ну и опять же, сыр мы варим. Вы сейчас это увидите, как только мы достигнем нужной температуры. Я покажу вам подробно весь этот рецепт. Почему я всё-таки рекомендовала бы обязательно использовать термометр? Ну, во-первых, купить его не проблема. Термометры со щупами продаются во многих магазинах, стоят они очень недорого. По той причине, что, вот видите, как бы по формальным признакам мы можем решить, что молоко уже нагрелось до нужной температуры, потому что присутствуют пузырьки, поднимается пар. Но сейчас температура у нас всего 77 градусов. Почему так важно добиться всё-таки нам нужной, правильной температуры? Потому что, если вы молоко не догреете, то у вас сырное зерно, сыр будет слишком мягким, клапинки получатся мелкие, и правильно сырное зерно не отделится. Если же вы молоко перегреете, то сыр у вас может получиться такой резиновый, что тоже не желать. Поэтому всё-таки лучше воспользоваться термометром, чтобы добиться желаемого результата. Вот сейчас ещё немножко подогреваем молоко. Нам осталось совсем чуть-чуть до достижения нужной температуры. Я даже чуть-чуть сейчас прибавлю газ. Сыворотка у меня сейчас 68 градусов. Под ней тоже прибавлю. Нам нужно 75. Нам нужна правильная температура, чтобы у нас правильно прошла кислотная коагуляция белка молочного. Я вам очень советую, попробуйте хоть раз приготовить домашний сыр. Вы даже не представляете какое-то удовольствие. Тем более, что приготовив его самостоятельно, а не купив на базаре, вы будете иметь такую уникальную возможность, как попробовать свой сыр ещё тёплым. Температура 83 градуса у нас достигнута. Так, сыворотка. В принципе, нормально. Напомню, нам нужно 75. Но уже на этой стадии мы можем начать водить сыворотку. Итак, берём сыворотку в половник. Надеюсь, вам видно. И начинаем вносить молоко её вот так аккуратненько по краюшку кастрюли. Перемешивать не нужно. Вносим аккуратно по краю кастрюли сыворотку. Огонь ставлю на минимум, но нагрев не прекращаем. Вы сразу сможете увидеть, как у вас начинает молоко сворачиваться. Я, наверное, время вытащу термозитр, чтобы он мне не мешал. И продолжу вводить сыворотку. Как я уже сказала, на 1 литр молока нам потребуется ориентировочно 400-500 мл сыворотки. Это будет зависеть от того, насколько у вас кислая сыворотка, а также от того, какой у вас молоко. Немного подвела меня камера. В самый ответственный момент она перегрелась. Пришлось включить резервную. Итак, продолжаем вносить сыворотку по краюшку кастрюли. И продолжаем плавный-плавный нагрев. Так, сыворотку я уже выключу. Она у меня уже даже перегрелась, пока я бегала за другой камерой. Так, и вот так нежненько можно взять для этого лопаточку, можно шумовкой. Начинаем отодвигать нашу массу от краешка кастрюли, от краев к центру. И смотрим на цвет нашей сыворотки. Если сыворотка у нас еще белая, значит продолжаем сюда добавлять нашу сыворотку. Сыворотку, сыворотку. Такой каламбурчик. Нам нужно добиться, чтобы здесь, где мы готовим сыр, сыворотка у нас стала абсолютно прозрачная. Она станет такого зеленовато-желтого цвета. Это будет говорить о том, что у нас белок полностью скоагулировался. И вот так нежненько, от краев к центру, сдвигаем нашу сырную массу. Не перемешиваем. Видите, еще сколько там молока. То есть, пока что сыворотки мы внесли недостаточно. Или сыворотка у меня недостаточно кислая. Продолжаю вносить сыворотку. Вот почему я вам сказала, что обязательно берите кастрюлю в запасную. Проверю температуру, чтобы не перегреть. Проверяем. Вот сыворотка уже становится попрозрачнее. Но еще недостаточно. Вот так все время подгоняем наше сырное зерно от краев к центру. Все равно, как видите, сыворотка еще у меня очень белая. То есть, в ней еще очень много несвернувшегося белка. Сейчас я пытаюсь нагреть. Совсем не показывает. 79. Странно, что так быстро у меня остыла масса. Сейчас дополнительный нагрев ускорит мне скорость коагуляции. Да, вот можете видеть, что сыворотка становится прозрачнее. При том, что я сейчас не подливаю туда кислое. Но за счет того, что пошел нагрев, белок сворачивается быстрее. Вот так не перемешиваем. Потому что, если вы будете грубо поступать с сырным зерном, у нас образуется так называемая сырная пыль, которая останется в сыворотке. Вот мы уже можем видеть, что сыворотка стала такая желто-зеленая. Хорошо у нас уже выделился сырный сгусток по центру. Вот он так как бы пружинит. Когда мы лопаточкой его к центру придвигаем, и он отпружинивает. Чем-то похоже на омлет. Но продолжаем. Пока что, вот наконец-то, только что достигло 83 градусов. Я даже, пожалуй, постепенно нагрею до 85. Но сильно не перегревайте. До кипячения не доводите. Но сырное зерно нам нужно поварить. Как узнать степень готовности? То есть готово ли наше сырное зерно к тому, чтобы из него делать сыр? Возьмем кусочек небольшой. Так, я вот сейчас ложечку воспользуюсь. Учтите, что это очень горячее, можно обжечься. Поэтому я возьму маленький кусочек сырного зерна. Чуть-чуть его вот так остужу на ложечке. И попробую из него слепить шарик. Вот смотрите. Пока что еще он слегка рассыпается. Как бы размазывается. Значит, еще зерно не готово. Нам нужно добиться той стадии, когда оно будет хорошо скатываться в шарик. Так, продолжаем. На самом маленьком нагреве сыворотку больше не добавляем. Потому что уже у нас здесь сыворотка чистая. Белок у нас хорошо свернулся. Сейчас нам нужно просто довести его до готовности. То есть, если мы не добьемся той степени, чтобы у нас сворачивался из него шарик, у нас получится, сыр будет рассыпаться, крошиться. А для того, чтобы сыр у нас получился однородный, нам нужно достаточно этот сырный сгусток проварить. Но не переварить. Не стал резиновым. Итак, вот так его слегка пошевеливаем. Сейчас я уже нагрев выключу. Потому что у меня температура уже высокая поднялась. Почти 90 градусов. И сейчас еще раз проверю наше сырное зерно на готовность. Очень горячее. Ну, оно уже склеивается. Но я бы чуть-чуть еще по времени. Самую малость. Буквально 2-3 минутки. После чего мы будем выкладывать эту массу в нашу форму. Пластичность достигнута, которая мне нужна. И сейчас, чуть-чуть поверну камеру, начну формировать головку. Адыгейский сыр очень хорошо и без ткани формуется прямо в формочке. Я воспользуюсь вот такой сырной шумовкой. У нее площадь гораздо больше, чем у обычной шумовки. Ей удобнее вынимать. Советую вам приобрести такую, если вы планируете заниматься сырами. Но можно, конечно, и обычной шумовкой. Старайтесь массу вынимать большими пластами, сильно их не разбивая. И выкладываем нашу формочку. Сильно трамбовать сыр не надо. Он прекрасно опрессуется сам. Обязательно какое-то количество сырной массы останется на дне. Поэтому сыворотку лучше слить. Я накладываю вот так, с небольшой горочкой. Потому что сыр осядет. Видите, сколько на дне. После того, как выложили весь сыр в форму, оставляем его самопрессоваться. Минут 15. Только ставим так, чтобы было куда стекать сыворотки. Сейчас я из поддона сыворотку солью. И сыр у нас будет стекать лучше. Пока выключу, потом покажу вам, что у нас получилось. После того, как наша головка полежит несколько минут, чуть-чуть остынет и уплотнится, мы можем сразу же ее посолить. На это количество, я пока не взвешивала, но у меня здесь примерно 1 кг, я вижу. У меня пойдет где-то 1,5-2 чайных ложечки на эту сторону. И теперь мы можем наш сырочек первый раз перевернуть. Вот таким образом. раз, и надеваем формочку. Он еще очень горячий. Ничего, он сейчас выровняется. Также посолим и по этой стороне. Тоже примерно 2 чайных ложечки. И оставляем его самопрессоваться. Если хотите, можно небольшим весом его, не более собственного веса головки, придавить. Тогда он получится у вас плотнее. Я хочу добиться нежного сыра, поэтому я его прессовать не буду, а оставлю его самопрессоваться. Сырок мой полежал где-то, наверное, с полчаса. Еще не до конца он у нас опрессовался. Сейчас я его еще раз переверну. Но хочу взвесить, чтобы показать, сколько у нас получилось из 6 литров молока. Обнуляю вес. Тут сторона посуши, положу ей. У нас получилось больше килограмма. И это из 6 литров молока. Так что делайте такой сыр. Имеет смысл его делать. Это выгодно, это вкусно, это полезно, это натурально. Все, ребята, на этом я с вами прощаюсь. А хотя нет, я сниму вам завтра дегустацию, мы его разрежем. Утро следующего дня. Вот он наш сырочек. Стоял он ночь в холодильнике. Плотненький такой. Я его чуть-чуть прессовала. Так что давайте посмотрим. Я прям на тарелочке не буду тут особо распятюкивать. Как раз к завтраку. Вот такой сырочек. Плотненький, как можете видеть. Вот, сейчас попробую на вкус. Чтобы вам сказать. Вкусный сырочек. По соли, ну как я хотела. То есть он почти не соленый. То есть, ну как, соль не ощущается. Но и сказать, что он не соленый совсем, тоже нельзя. Лично мне по соли хорошо. Я так и хотела. Вкусненький сырочек. Прелесть. Сейчас у меня будет с ним замечательный завтрак. Я иду, поставлю кофе. А с вами на этом прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч. Всего вам самого доброго. Мира, добра, здоровья, счастья вам и вашим семьям. Пока. Субтитры подогнал «Симон»